Около 10 погибших ежедневно. В Украине неуклонно растет количество аварий на дорогах. Наша страна один из европейских лидеров по смертности в ДТП. Причины просты. Плохие дороги, низкие штрафы за нарушения и отсутствие контроля. Обещанной системы автофиксации нарушений в Украине до сих пор нет. ГАИ ликвидировали, а патрульные не справляются. Де-факто в МВД заговорили о создании дорожной полиции уже этой осенью. А что происходит на дорогах сейчас? Про нарушения без наказания. Инна Томина. Оживленный городской трафик, тысячи машин и водителей. Обычная картинка. Но именно дороги это место массовой гибели людей. У нас в стране аварии происходят каждые 20 минут. За годы независимости на украинских дорогах погибли 160 тысяч человек. Только вдумайтесь, это как целое население, к примеру, Мелитополя. А 5 миллионов были травмированы. По количеству аварий Украина в мировых лидерах. И если в Европе смертность на дороге пытаются уменьшить, то у нас с каждым годом люди гибнут все чаще. Все равно, что через день с неба падает Боинг без выживших. Это бельгиец Антонио Авеносо. Его работа делать все, чтобы аварий на европейских дорогах становилось меньше. Говорит, еще в 2000-х чиновники запустили десятилетку улучшения ситуации на дорогах Евросоюза. Повсюду установили камеры автофиксации нарушений. И это сработало. ДТП стало меньше почти на 50%. Зависит, конечно, от страны. Где-то их больше, где-то меньше. И это напрямую влияет на то, в какой стране больше нарушают, в какой меньше. Они их устанавливают в специфических местах, где люди обычно повышают скорость, как, например, тут в тоннеле. Также есть маленькие электронные табло, которые показывают вашу скорость. Они улыбаются, если вы не превышаете, и грустные, если наоборот. Это дружеский способ напоминания. А после дружеского напоминания нарушителю приходит письмо счастья с солидным штрафом. Но Украина страна уникальная, единственная в Европе, где система видео и фотофиксации нарушений отсутствует. Еще в прошлом году министр МВД убедительно обещал, что все заработает до конца этого года. Мол, систему даже протестировали. Нам уже, частным образом, после принятия закона обратились десятки компаний, которые готовы вкладывать сотни миллионов долларов взамен каких-то условий. Но вот проблема. Камер пока не закупили. Да и законодательную базу под систему не подвели. Но не электроника единой. Вот обычная бельгийская дорога. На ней дорожная полиция фиксирует нарушения и выписывает штрафы по всей строгости закона. Полицейские стояли на обочине, остановили меня, сказали, что я превысила скорость. Я думала, позволено 70 километров, но они сказали нет, уже лимит 50. Объяснила, что не знала, но они все равно выписали мне штраф 200 евро. Как по мне, очень много. У нас же дорожной полиции попросту нет. Гаишников упразднили, альтернативу так и не создали. Как и автофиксацию пока только обещают. По словам главного полицейского, может, к осени. Но все новое – это хорошо забытое старое. Ряды дорожной полиции пополнят бывшие гаишники и сотрудники «Кобры». А все потому, что они знают правила. Ведь пока с этим беда. Вот грубейшее нарушение, смотрите, человек проезжает прямо через пешеходный переход. Вот, прямо проезжает пешеходов и его выворачивает. А полиция смотрит, причем, обратите внимание, полиция абсолютно не обращает внимания на данное нарушение, хотя они это не видеть не могли. Влад Антонов знает о ДТП все. Он известный журналист, который специализируется на авариях. Мы приехали с ним на одну из оживленных киевских дорог – проспект Победы. И за час общения зафиксировали 10 серьезных нарушений. И все без наказаний. Патрульные их просто не заметили. Тут как вспышка какая-то, ну, секунда, я могу. Я уже опомнилась, когда я уже сидела в машине, понимала, что машина у меня разбита. В том майское утро Анна теперь долго еще не забудет. Говорит, ехала домой, правил не нарушала. В отличие от другого водителя, который на перекрестке решил проскочить на красный. Я даже не успела отвести руль машины, чтобы как-то сманеврировать. Пусть бы, допустим, я перевернулась, а тот человек свободно поехал. Дальше были звонки о оформлении ДТП. А через неделю Анна узнала, что протокол с места аварии полиция составила только на одного водителя. И теперь, как в плохом анекдоте, она должна оправдываться в суде, почему поехала на зеленый. А все потому, что патрульные не всегда разбираются в нюансах ДТП. Цей патрульный, окрім этих оформлений ДТП, окрім выявления порушений правил дорожнего движения, он занимается еще и другими делами. Он едет, ловит бомжей, он едет, ловит наркоманов, он еще должен какие-то минимальные расследования делать на выклики, какие-то семейные сварки. И таких случаев множество. Ведь каждый день только в Киеве происходит больше 10 аварий. Часто удары происходят при скорости 70-80, когда без шансов просто. Машину сминают, тело разрывают на куски. Превышение скорости, брутальное нарушение правил. И все это на нашем бездорожье. Результат – колоссальное увеличение количества аварий. В Евросоюзе строго контролируют не только водителей, но и качество дорог. Для этого создали специальную комиссию. Это самые безопасные дороги, так называемая сеть ТНТ. Для них была разработана очень хорошая законодательная база. Директивы, которые обязывают производить постоянные независимые проверки на безопасность, аудит всех проектов на ремонт и строительство. У нас тоже есть сеть совершенно непригодных для езды дорог. И таких процентов 80. Да и штрафы для автохама в Украине одни из самых низких в Европе. Даже ужесточение наказания за езду под градусом нетрезвых водителей не остановило. Количество пьяных аварий только растет. Ведь безнаказанность и отсутствие дорожного контроля на дорогах порождает вседозволенность, которая многим стоит жизни.